Когда ты училась в университете, ты пришла, так сказать, начинать. Журналист в будущем, по всей видимости, должен будет быть примерно таким же, каким он должен быть и сегодня, разве что шагать в ногу со временем, осваивая новые технологии. То есть, например, сегодня мы уже не можем себе представить журналиста, который не ориентируется в современном пространстве социальных сетей, что 20 лет назад было совершенно неактуальным и необязательным. Поэтому я бы, наверное, перечислил какие-то качества, которых, как мне кажется, очень многим не хватает сегодня тем, кто работает в журналистике. Во-первых, это широкий кругозор. Как ни крути, а без этого никуда. И когда я вижу на сегодняшних молодых людей, конечно, странно так говорить с позиции человека, собственно, не очень-то старого, но тем не менее, когда я вижу этот узкий кругозор, я категорически не хочу соглашаться с мнением о том, что сегодня не важно знать что-то, а важно знать, где это найти. Да, у нас есть Google, у нас есть масса возможностей найти все это во всемирной паутине, но какие-то базовые изначальные данные должны быть заложены уже и вот здесь вот под коркой. Два – это то самое умение шагать в ногу со временем, о котором я уже упомянул. И нужно уметь принимать и осваивать новые технологии, нужно становиться универсальным профессионалом, таким универсальным солдатом, который может все. Прошли уже давно те времена, когда журналист мог работать только на радио, причем он мог приходить в студию и даже не знать, как открыть себе микрофон. У него для этого был специальный человек, называемый звукорежиссером. Сегодня нужно уметь делать все, и чем шире твой охват, чем больше ты умеешь делать, тем выше твоя конкурентоспособность. В-третьих, это, конечно же, грамотность. Опять же, может быть, несколько похоже на какое-то старческое брюзжание, но я вижу, что уровень грамотности современной молодежи, к сожалению, падает. Да, они, может быть, лучше, чем мы, мое поколение или более старшее поколение, владеют теми же самыми языками, потому что перед ними открыт весь мир, они больше путешествуют. И сегодня встретить молодого человека, который свободно изъясняется на 4-5 языках, это уже не какое-то открытие Америки, это совершенно нормальное явление. Но при этом возникает вопрос, может ли он хоть на одном из этих языков, которыми он владеет на разговорном уровне, построить нормальный нарратив и сделать текст, чтобы его хотелось прочитать, чтобы он был, образно говоря, вкусным для чтения. Все остальное, как мне кажется, даже уже вторично, это какие-то абсолютно нормальные человеческие вещи, которые должны быть у представителей любой профессии. Пунктуальность, точность, обязательность, это то, чего, в общем-то, не хватает всем, кроме что, разве что авиадиспетчеров и пилотов, которые вынуждены строго следовать графику. Те же самые журналисты могут запросто затягивать со сроками сдачи статей. Если мы говорим о таких вещах, как проверка фактов, критическое отношение к информации и тому подобных характеристиках, присущих этой профессии, то я не стал это упоминать по той простой причине, что это само собой очевидно. Это как то, что земля круглая, не знаю, вода мокрая, а соль соленая. То есть без этого просто никуда.